Приветствую всех на моем канале. Сегодняшнее видео будет об обрезке сирени. Сейчас июнь, 7 июня 2022 года. Вот такая вот у меня уже разросшаяся сирень. Я еще ни разу не стригла, не формировала и в этот раз я хочу вам показать вместе с вами попробовать ее обрезать и посмотреть уже потом в следующем году какие будут результаты. Сирени меня затеняют мои пионы, которые растут на клумбе и не хватает солнца, поэтому я хочу ее подрезать нижний ярус и сделать обрезку после цветения. На примере вот этой веточки хочу вам показать как я буду ее обрезать. В этом году вот цвела моя сирень и теперь мне нужно удалить вот эти вот цветоносы для того чтобы в следующем году на этих попегах вот тут вот сформировались цветочные почки и они будут дальше цвести. Эта сирень ведется в один ствол и дальше идет разветвление и вот эти вот ветки которые сейчас закрывают мои клумбы я буду обрезать. Вот этот куст сирени мы выкопали возле подъезда квартиры в которой раньше жили и посадили его и как-то вот не было ни времени ни желания его формировать и посмотрите какой у меня вырос куст, сколько много порослей у него. Сейчас я буду выбирать основной ствол, а остальное все удалять. Этот куст еще ни разу не цвел, может быть после обрезки в следующем году он наконец-то зацветет. Ну вот я прорезила сирень, обрезала все лишнее, то что лезло вовнутрь куста, все цветы обрезала, чтобы не формировались семена и сирень не тратила на это силы. И вот он мой кустик. Решила оставить в таком виде, посмотрим что он там в следующем году зацветет или нет. Я купила вот такой вот саженец сирени недавно, называется он сирень президент грэви и хочу его посадить вот на это место, а потом когда-нибудь я его пересажу на мое задуманное место жительства, но пока что я об этом не буду вам рассказывать. Сиренька посажена, удобрена биогумусом, хорошо пролита, замельчирована. Пусть растет и радует нас. Сегодня после обрезки сирени сделаю вот такую вот обработочку. Это биофунгициды и биоинсекцитиды. Хочу попробовать вот в этом году обрабатывать деревья только такими препаратами и не использовать тяжелую артиллерию. Теперь у меня открылся мой красавец пион, который тут был посажен самым-самым первым среди всех пионов. Будет ему теперь солнышком и другим пиончиком будет солнышком. Я с вами прощаюсь, желаю мирного неба над головой. Пусть у нас в Украине наступит мир как можно быстрее и люди жили спокойно. Всем добра, всем пока!